Например, у нас Алеша Серков, он прислал информацию о своем дедушке, дедушка грек по национальности и жил он в Донбассе. Ксения Билок просматривает электронные заявки, их уже почти 20. В преддверии 75-летия Великой Победы Дом Дружбы Народов запустил акцию «Имена Победы». Где участники данной акции рассказывают о своих дедах, прадедах, своих бабушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, об их подвиге. Всю информацию о героях сотрудники Дома Дружбы Народов планируют разместить на сайте учреждения и в своих группах в социальных сетях. Для участия нужно предоставить следующую информацию о родственнике. Небольшой рассказ его данных, где воевал. Далее прикрепить фото или видеоматериалы и отправить на электронную почту. Мы принимаем абсолютно все, без исключения, рассказы. Открытие этой странички состоится 9 мая. И эта страничка будет открыта непосредственно уже, естественно, на протяжении всего года, где вы сможете зайти и ознакомиться с историями данных героев. А для участия во второй акции «Внуки Победы» принимаются рисунки, видеопесен и танцев, которых благодарят воинов за победу. В акции принимают участие члены национально-культурных автономий, семейные дуэты, школьники. Все творческие работы принимаются до 30 апреля. За победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды, прадеды, бабушки и прабабушки – каждый из них совершил свой подвиг. Именно поэтому День Победы – это праздник, объединяющий все поколения. Севелия Меметова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...